Почему молчание ягнят? Великое кино. Видео с кинопоиска. Топовое видео. Ля какой. Конечно. Молодой еще Энтони. Здрасте. В этом году молчанию ягнят исполняется 30 лет. Блин, 30 лет прошло, конечно. И кажется, что мы уже знаем про этот фильм все. Блин, какая она все-таки симпатичная. Мне нравятся такие энергетические черты лица. Четкие. Картина Джонатана Дэмми стала первым триллером и одним из немногих фильмов вообще, который взял сразу пять глав... Я думаю, что это вообще лучшая, да, тренизация произведения. Там же еще был типа Ганнибал и был Красный дракон. Именно из этой серии «Молчание ягнят». Вот. В Ганнибале сыграл Гарри Олдман. Гарри Олдман сыграл. А Ганнибал Лектор навсегда вошел в поп-культуру, став одним из самых узнаваемых злодеев в истории. Но что сделало эту картину этапной для американского кино? Почему Клариса Старлинг представляет собой новый тип героини? Какую роль играет субъективная съемка и пристальные взгляды в камеру? И как содержание фильма связано с гендерной проблематикой? В этом видеоэссе мы попробуем проанализировать, как устроено молчание ягнят и почему так страшен Ганнибал Лектор. Да, ну, устроено отлично. С точки зрения фильма он, конечно, выполнен. С точки зрения фильма он выполнил отлично. Киянти. Киянти топовый к мясу. Да. Феминистский хоррор. Да, здесь, в принципе, главная героиня девушка. Да, как это ни странно. И что интересно, что же они же потом вместе должны по сюжету книги жить и вместе людей кушать, я так понимаю. «Молчание ягнят» – фильм ужасов о серийном маньяке и его поисках. Но создатели переворачивают жанровые конвенции с ног на голову. Первое, что делает картину Джонатана Дэмми революционной – главная героиня. Ее можно назвать специфической модификацией классического образа «Файнал Герл» или «Последней девушки». В противостоянии с маньяком именно она оказывается выжившей героиней, которая и побеждает злодея. В отличие от часто пассивных жертв классических хорроров, Клариса – пример активной деятельной героини, которая ведет расследование и сама находит убийцу. Традиционно ее место в качестве спасителя похищенной принцессы, если включать архетипично-сказочные ассоциации, занимал герой-мужчина. Например, Уилл Грэм – персонаж первого романа Томаса Харриса о Ганнибале Лекторе. Новаторство писателя, как и создателей «Молчания ягнят» Джонатана Дэмми и сценариста Теда Талли в том, что место мужчины занимает женщина. Это позволяет ей увидеть в жертвах маньяка не бездыханные трупы, а живых людей. Сопереживание. Ее взгляд на жертв полностью противоположен тому, как с девушками обращается Буффало Билл. Он радикально объективирует пленницу, показывая, что единственное ценное в ней – ее кожа. Маньяк называет по имени Собаку, но не девушку. Да, ну вот это желание переодеться, сделать себе костюм, выйти из своей кожи. Кларису жертвами Буффало Билла роднит и то, что в мире мужчин они находятся в уязвимом положении. Коллеги по Академии ФБР и провинциальные полицейские как будто не воспринимают ее всерьез. А Джек Кроуфорд, который и отправляет Кларису на задание, кажется, не особенно верят в ее успех. Противопоставление героине мужскому миру выражается и на уровне мизансцены. В нескольких сценах над Клариссой буквально нависает группа мужчин. А в первую же встречу доктор Чилтон пытается с ней флиртовать. Кстати, интересный взгляд. Я вообще не думал с точки зрения феминистической повестки как-то этот фильм рассмотреть. И сейчас, когда они вот эти кадры как-то вычленяют и делают на них некоторый акцент, то действительно фильм раскрывается немного по-другому. Дополнительно, Дэми включает сразу несколько сцен, в которых Кларису взглядом оценивают другие мужчины. И здесь мы подходим ко второй вещи, которая делает молчание ягнят революционным фильмом. Режиссер Джонатан Дэми не просто ставит в центр детективного сюжета про маньяка женщину, он еще и наделяет ее взглядом. Ну, то есть, субъективная камера с ее глаз. И это, конечно, усиливает в некотором роде вот это напряжение и эффект. Во многих классических хоррорах есть сцены, снятые с точки зрения убийцы. Хэллоуин Джона Карпентера, Пятница 13-я, Прокол Брайана де Пальмы, Подглядывающий Майкла Пауэлла. Популярность такого приема можно объяснить скрытым желанием зрителя, по умолчанию предполагается, что это мужчина, подглядывать за насилием над молодыми и часто привлекательными девушками. Угу, угу. Кто еще любит у нас подглядывать? А? 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 Кто еще у нас любит подглядывать? И не нести при этом ответственности за действия героев. В нескольких сценах Джонатан Дэми даже использует похожий прием. Например, в открывающем фрагменте камеры Тако Фудзимота имитирует подглядывающий взгляд. А вот дискомфортно длинный крупный план, когда героиня остается одна наедине с группой местных полицейских. Но в остальном почти все сцены мы видим глазами Кларисы Старлинг, причем в буквальном смысле. Да, одна из самых неприятных сцен. Это в нее еще кидаются семенем. Там еще есть, да, важная фраза. Я чувствую запах твоей щелки. А потом Ганнибал говорит, а я ничего не чувствую. Герои смотрят прямо в камеру, и мы, как зрители, начинаем ассоциировать себя с главной героиней. С помощью кадров, снятых с субъективной точки зрения, Джонатан Дэми дополнительно подчеркивает неуютное положение Кларисы на службе. А с теми людьми, с которыми героини чувствуют себя комфортно, оба участника диалога смотрят прямо в камеру. Например, вот взгляды героев, когда Кларисса не против легкого флирта. Важность субъективной съемки режиссер подчеркивает тем, что в первое появление антагониста показывает нам именно его глаза. Буффало Билл традиционный герой хоррора, и в финале мы снова видим объективирующий взгляд убийцы. Эта сцена чем-то напоминает ситуацию кинопросмотра, когда герой знает меньше зрителя, а зритель ошибочно думает, что... Ну, смотрите, здесь тоже получается не только ее субъективный взгляд, но и взгляд убийцы, поэтому не совсем все релевантно. Они и те, и те, как бы, приемы используют, и штампы, и... Но Кларисе удается уравнять положение. Она буквально низвергает доминирующий взгляд убийцы и тем самым завершает свою сюжетную арку. Бац! Фильм Джонатана Дэмми мало похож на привычные жанровые работы. В нем практически нет ярких шоу-стоперов, то есть эффектных сцен убийств, характерных для фильмов Джалло или их наследников моралите-хорроров. Детективная интрига намеренно ослаблена. Зритель почти сразу знает, кто убийца и как он выглядит. А если внимательно смотреть, Ганнибал Лектор раскрывает город жительства маньяка Бельведер уже на 15-й минуте. Нетипичен для жанра и саундтрек. В нем нет скрипичных взрывов, как в психу Бернарда Хермана и вообще резких скримеров. Музыка Говард Шора больше отражает драматическую линию Кларисы Старлинг. Два других главных героя фильма тоже имеют внятный звуковой образ. У Ганнибала Лектера это классическая музыка. Одна из самых ужасных сцен, по сути, с Ганнибалом. А у Буффало Билла современный рок-песни. Разумеет? Goodbye, horses. Извините. Извините. Они работают как первоклассный триллер с мрачными проездами камеры по логову серийного убийцы и длинными темными кадрами, которые нагнетают напряжение. Действие в фильме ни разу не провисает во многом благодаря точному монтажу и смысловым переходам от одной сцены к другой. Ну, кстати, с точки зрения монтажа и именно операторской работы, конечно, он значительно лучше сделан, чем последующие фильмы про Ганнибала. Это стоит отметить. И вот эти вот сверхкрупные ракурсы, они, наверное, Берман, как ему нравился вот этому режиссеру. И он, как и Берман, любит эту крупноту брать и особенно какие-то акценты на глаза делать. А вот эта монтажная последовательность вошла во все учебники киноискусства как пример мастерского нагнетания саспенса. Отряд ФБР готовится захватить дом маньяка. В то время как Лариса Старлинг опрашивает свидетелей убийства в другом городе. Персона или седьмая печать? Наверное, все-таки седьмая печать. Хотя, стоило, наверное, ответить персона. Буффало Билл слышит звонки и собирается открыть дверь боевому отряду. Бззз. И только в последний момент мы понимаем, что на самом деле видели хитрый параллельный монтаж между двумя локациями. Да, да, да. Что ничего не случилось. Это, кстати, немного выдергивает из повествования. Мне в первый раз было вообще непонятно, почему это. И только вот уже я в каком-то там совсем нежном возрасте посмотрел. Потом уже за взрослым стало понятно, почему так сделан монтаж. Ну, дело в том, что водка-василек секс переоценен. Нет. В реальности спецназ ворвался не в тот дом, а героиня, которая в одиночку выследила убийцу, грозит смертельной опасности. Да, она прям топ. Несмотря на то, что молчание... Может быть, одна из самых симпатичных актрис, которые мне нравятся. Я вот так подумал. Ягнят стал классикой триллера... Ну, какая статика может быть в сексе, тем более в порнофильме? Создателям важнее поисков маньяка другая, казалось бы, второстепенная линия. Личная драма Кларисы Старлинг. Мы узнаем ее предысторию из флэшбеков, которые появляются в фильме незаметно, вплетаясь в ткань сюжета, как внезапно нахлынувшие воспоминания. Вот, например, бесшовный монтажный переход от взрослой героини к ее прошлому. Блин, конечно, я очень плохо помню, получается, молчание ягнят. Тут реально очень много таких хороших решений и монтажных, и повествовательных с удовольствием. Пересмотрел как-нибудь его. Вращение в реальность через звук открывающейся двери. Внутренний конфликт Кларисы, как во многих... Ну, стандартный вот этот кат с нахлёстом. ...традиционных мужских сюжетах строится на ранней утрате отца. В истории главной героини есть две отцовские фигуры. Джек Крофорд, чьего одобрения она желает. И Ганнибал Лектор. Именно встреча с харизматичным психиатром и становится сердцем фильма. Благодаря им поиски маньяка превращаются в полноценный сеанс психотерапии, а триллера серийного убийцы в разговорную психологическую драму. Ну, кстати, интересная в целом конструкция, что в данном случае Ганнибал Лектор, он не является негативным персонажем. И это, конечно, интересно, что злодей кто-то другой, но при этом он коммуницирует в большей степени и тоже является некоторой антитезой главной героини, но при этом героиня в итоге все-таки в этой антезе растворяется. Четыре сцены длятся в сумме немногим дольше 20 минут и становятся главным аттракционом Молчание ягнят. И мы ждем этих сцен, да, что самое главное. И намного интереснее, что в данном кадре как будто мы в клетке, а не он. Ну, тоже верно. Каждое свидание Кларисы и Ганнибала по сути короткометражный фильм с полноценной трехактной структурой. Чтобы передать напряжение и драматургию разговоров, режиссер Джонатан Демми и оператор Таг Фудзимота используют множество визуальных приемов. Это почему-то с детства эта фраза «квит про кво» запомнилась услуга за услугу. Верхние и нижние ракурсы, когда один из героев доминирует в диалоге. Смена точки зрения, чтобы зрители понимали, кто больше заинтересован в беседе. Мы видим сцену то глазами Кларисы, то через взгляд Ганнибала Лектора. Плавный наезд и совместная мизансцена как показатель сближения героев. Едва заметное движение камеры в сторону, чтобы Клариса, которая чувствует себя неуютно, покинула центр композиции. Ну, кстати, наверное, психологически и по актерской игре и по решению это одна из самых вообще мощных сцен именно взаимодействия персонажей, какой-то химии между персонажами в кинематографе, как мне кажется. Что вы думаете? Все эти текущие стиковые фумблинки в заднем машине , когда ты только мечтал от выхода все сцены визуально устроены так, что зрителю кажется, будто преград между лектором и Кларисой нет. Во многом выбор стекла обусловлен чисто техническими проблемами. Через решетку было просто неудобно снимать. первое появление Ганнибала обставлено как постепенное сошествие в ад со множеством дверей и препятствий. А для последней встречи Кларисе наоборот нужно подняться к собеседнику. Давайте посмотрим, как устроен финальный разговор между главными героями. Перед этой сценой Клариса обманула лектора, чтобы добыть важную информацию. И здесь впервые возникают решетки, которые визуально отделяют героев друг от друга. Ганнибал играет с героиней Их сердечки не могут встретиться. Джоди Постер загадывая ей загадки, поэтому в поисках ответа она ходит вокруг клетки. По мере того, как героиня решает поделиться важной информацией о себе и по сути раскрывает свою мотивацию, общие планы постепенно меняются на все более крупные, сближая героев. А в кульминационном моменте камера сначала медленно наезжает на лицо Ганнибала лектора, визуально убирая решетки. наезд на крупный план Джоди Постер и между героями вновь не остается преград. Сцена оказывается ключевой. Кстати, не знаю, это, наверное, и физический наезд еще, и трансфокация. Мне кажется, только тогда будет вот этот эффект, как будто бы они разъезжаются. Хотя, нет, можно в принципе физически подъезжать и тогда, да, по искажению линз тоже может это происходить. В сюжетной арке и психологическом пути Кларисы Старлинг, которая признается, что ей движет чувство вины. Что ты видишь? Ламб. Они кричали. Они убили эти ламб. Я думала, если бы я могла спасать только один, но он был так тяжелый. Он был так тяжелый. Одновременно этот эпизод решающий в детективном расследовании. Ведь чуть позже героиня находит ключевую подсказку Ганнибала. Разговор предваряет фактически единственную полноценную экшн-сцену в фильме. И после нее лектор бежит из тюрьмы. Это момент наивысшей близости героев, поворотный пункт в действии и первый и последний раз, когда герои касаются друг друга. Такой максимальный интимный момент. Своим вниманием к повседневному злу и психическим девиациям молчание и гнят напоминает другой культовый хоррор психа, в котором, кстати, тоже был знаменитый взгляд в камеру. Достоинство обоих фильмов в том, что им удалось поднять нетрадиционные для мейнстримного кино проблемы гендера и идентичности. В молчании и гнят можно встретить несколько моделей гендера или режимов тела. Ганнибал-лектор представляется бесполым существом, о его гендерной идентичности неизвестно ничего. Агент Крофорд вместе с прочими полицейскими выведен как образ традиционной маскулинности. Буффало-билл то ли трансгендер, то ли нет. Шьет себе костюм из кожи жертв, чтобы превратиться из мужчины в женщину. Ну, как бабочка, там еще образ бабочки. Такой взгляд часто в фильмах Кубрика появляется. Да, и действительно, в том числе и Кубрика, и наверняка какой-то тоже отсылка к присутствует к Хичкоку в Золотом апельсине, где это наиболее выражено. И, наконец, сама Клариса, которая напротив... Ну, и понятно, что герой Золотом апельсина тоже в чем-то маньяк. ...подказывается от женственности в привычном понимании. В мире мужчин ей приходится сменить гардероб на строгие мешковатые мужские костюмы, которые чем-то напоминают броню. В год премьеры «Молчание ягнят» вызвало множество споров. Одни считали, что фильм большая удача для феминизма и Голливуда. Другие, например, представители ЛГБТ-сообщества, были недовольны однобоким, практически карикатурным изображением гомосексуала и трансгендера в кино. Трудно сказать, запрограммирована ли такая амбивалентность создателями или появилась из-за их недальновидности. Как бы то ни было, «Молчание ягнят» приглашает зрителей к диалогу? В фильме есть много мест, открытых к дискуссиям. Почему образ безумца Лектора так притягателен? Да и безумен ли он? Буффало Билл, злодей или жертва системы? И, наконец, замолчали ли ягнята Кларис и Старлинг? «Старлинг»! Молчание ягня стало примером того, как мейнстримное кино должно говорить о важных социальных проблемах на доступном зрителю языке. Наследие фильма дает о себе знать и по сей день. «Охотник за разумом» Дэвида Финчера – пример того, как можно рассказывать о маньяках через одни диалоги. «Молчание ягнят» – важная веха на пути формирования нового протагониста, умной и независимой героини. Но есть грустная ирония в том, что главной звездой о молчании ягнят стала не Кларисса, а именно Ганнибал Лектор. Загадан… Главным образом. Ну, так или иначе, он же главный герой серии. «Ой и харизматичный антигерой». Увы, находки Теда Талли и Джонатана Дэми были обесценены уже в следующем фильме о лекторе Ганнибале Ридли Скотта. Тонкая психологическая драма превратилась в размашистый китч, а Клариса Старлинг в исполнении теперь уже Джулианы Мур напоминала скорее подругу Бонда, чем полноценную героиню. Ну да, остальные фильмы намного слабее получились. Тут уж сложно с этим спорить. Сцены диалогов Уилла Грэма с Ганнибалом Лектором в приквеле «Красный дракон» и вовсе походили на дурную пародию, в которой не оставалось ни содержания, ни вкуса, только неизбывная харизма Энтони Хопкинса. В начале февраля выходит сериал «Клариса». Ну, наверное, «Красный дракон» мне нравится больше, чем вторая часть. Прямое продолжение «Молчание ягнят». А это значит, что история «Кларисы Старлинг» еще не закончилась. Для сегодняшнего зрителя «Молчание ягнят» это не просто высококлассный двухчасовой триллер или этапная феминистская драма, которая актуально смотрится до сих пор. Это еще и своеобразный психотерапевтический сеанс. Несмотря на сложность поднятых тем и мрачную интонацию, «Молчание ягнят» дарит удивительное успокоение и веру в то, что зло будет наказано, заточенные принцессы будут спасены, а мы сможем справиться со всеми психологическими травмами. Вот так вот. Промокод LAMB. Это все-таки да. Кадры — это шедевр. Это то, что делает кинематограф таким, какой он должен быть. Великое кино о великом ганнибале. Ганнибале. Лекторе.